И к другим темам. Еще в начале августа глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении социальных норм потребления электроэнергии. На территории Ростовской области данные нормы будут действовать уже с 1 сентября. Жители города и в частности люди старшего поколения недовольны нововведением. Сегодня в центре общественных организаций они собрались, чтобы обсудить появившуюся не так давно проблему. Пообщаться на злободневную тему социальных норм потребления электроэнергии ветераны пригласили специалиста Департамента строительства и городского хозяйства. Для собравшихся ясно одно. В постановлении правительства недостаточно конкретики. И поэтому старики боятся столкнуться с массой проблем после введения норм. Вот поэтому люди, конечно, очень бы хотели, чтобы им разъяснили, рассказали, растолковали. И кто из ветеранов задает сейчас вопросы, они, конечно, эти вопросы донесут до сведения в микрорайоны, по микрорайонам. Я думаю, что мы сообща разберемся с этим вопросом. В первый год после введения норм пенсионеры будут оплачивать электроэнергию по специальному тарифу. Но многие из них все равно недовольны. Исучив постановление, ветераны пришли к выводу, что жители не впишутся в заданный норматив. Ведь среди регионов, в которых введен пилотный проект, только Ростовская область является южным. А значит, расходы в летний период существенно увеличатся. Но собравшихся заверили, что этот вопрос будет урегулирован. На лето нормы пересмотрят. И все же многим не ясно, сколько придется заплатить за электроэнергию. Установлено по Ростовской области постановление региональной службы по тарифам есть. У нас на сайте это постановление есть. Комментарии региональной службы по тарифам есть. Но еще пока нет документа по установлению тарифов. Введенные нормы еще не утверждены и, возможно, будут меняться. Однако обеспокоенные ветераны ищут пути выхода из сложившейся ситуации сейчас. Общественники приняли решение подготовить обращение к губернатору области. Просим вас, как нашу единственную надежду и патриота Дона, незамедлительно вмешаться в данный процесс и оказать реальную помощь населению, поддерживая вас и президента Российской Федерации как гаранта Конституции. И требуем отменить данный пилотный проект на территории Ростовской области. Встречи ветераны остались довольны. По их словам, пути решения проблемы найдены, как и полученные ответы на интересующие вопросы. Светлана Чернецова, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.